Мы с моими коллегами решили, что нам здесь достаточно тесно, и мы должны поехать покорять Москву. И, в общем, не нашли ничего лучшего, как купить существующую компанию. В 2008 году начался очень серьезный кризис, и Москва как-то очень быстро закрылась с точки зрения маркетинга. Потом я просто понял, что у меня не получается так организовать делегирование основной функции, чтобы и Москва, и Пермь работали. И, в общем, я принял решение закрыть эту историю в Москве и вернуться в Пермь. Такое решение было достаточно быстрым и, в общем, не очень болезненным. Ну да, мы потеряли некоторое количество денег. Это было не очень правильно покупать компанию иного профиля и пытаться ее продавать на существующем рынке, как новую маркетинговую компанию. Да, это такой бизнес, который практически невозможно продать, потому что он построен, ну, в моем случае, да, он построен на первом лице, и это невозможно отнять. Да, то есть у такого бизнеса есть свои очевидные минусы и свои плюсы. Это печальная история. Собственно, персонал ресторанов – это две категории. То есть это фронт-офис, это те ребята, которые являются менеджерами и официантами. И это бэк-офис, это, в общем, кухня. Ну, во-первых, в этой удивительной стране, значит, невероятно гордый официант считается, значит, ну, как бы такой профессией, значит, точно не до конца жизни. Я имею в виду, это профессия для очень молодых людей, которые, ну, в некотором смысле, это такой один из этапов их жизни. Ну, ни у кого, мне кажется, нет иллюзий про то, что это такой легкий бизнес. Ну, чертова. Вообще легких бизнесов не бывает. Ну, и это точно не легкий бизнес. Это бизнес такой каждого дня. То есть ты каждый день должен, ну, наблюдать за тем, что происходит. Это интересно, но это, в общем, ответственно. Мы, к сожалению, сильно не туристическая территория. Понятно, что в Питере и в Москве конкуренция сильно выше, да, но туда приезжают просто миллионы людей с желанием потратить деньги, в том числе и в ресторанах. У нас, ну, абсолютно нет этой категории. Она, ну, просто смехотворна, малочисленна, чтобы мы всерьез ее рассматривали в своих бизнес-планах. В моем случае это такое. Ядро аудитории – это 25-45 мужчины, но преимущественно женщины. В общем, эта аудитория катастрофически выбывает. То есть я просто каждый месяц, локдаун внес некоторые коррективы, но до этого каждый месяц я просто наблюдал, как мои фейсбучные и физические друзья выбывают в Москву, в Питер, в Европу. И это те люди, которые приходили ко мне пять раз в неделю. Редактор субтитров А.Семкин